Продолжение следует... Продолжение следует... Не просто как чьё-то суждение какого-то человека или каких-то людей, пусть даже авторитетных людей суждения, о том, как должно быть. Но такие суждения, истинность которых подтверждается практикой социальных взаимодействий. Если мы с вами считаем, что должно быть так-то по человеческой деятельности, однако мы почему-то этому не следуем. Или мы считаем, что должно быть так-то, но у нас это не касается других, а другие даже об этом не знают. Тогда в этом случае мы будем говорить, что такое новое мнение. Хотя мы считаем, что так должно быть. В частности, есть более интересный вариант. Более интересный пример. Когда некоторые люди, официально наделённые властью, может быть даже избранные в парламент, свои суждения о том, как должно быть, оформляют в виде законов и других официальных актов, то это ещё не значит, что получаются действительно нормы. Может быть, получаются такие нормы. Может быть, ничего подобного не происходит. И, наконец, самый распространённый вариант, когда следствие того, что такие люди, наделённые властью, объявляют, что с их точки зрения должны быть такие нормы, что-то в этом роде получается. Но далеко не всегда так, именно, как хотели бы эти самые люди, которые объявляют. А вот наоборот, есть другие люди, которые наделённые властью, называются судьи. Вот, если они считают, что некой нормы нет, то тогда, наверное, и в социальной деятельности тоже нельзя обнаружить такую норму. И наоборот, если они считают, что такая норма есть, они свои решения аргументируют ссылкой на эту самую норму, устанавливают права и обязанности с того спора о рай, и дальше получается, что люди действуют именно в соответствии с представлениями этих самых судей о том, как должно быть. Но только судьи, они же определяют в каких-то конкретных случаях, как должно быть. И, может быть, не всегда, когда суд определяет, что должно быть, и считает, что у всех и везде так должно быть, наверное, на практике не всегда такое получается. Вот если это верховный суд объявит, что должно быть вот так, какие-нибудь последствия. И все решения нежестоящих судов, которые нарушаются, это предписание верховного суда, если все решения нежестоящих судов, которые нарушают, будут отменяться, это тогда что-то полный, потому что они становят норму. Если это правовая семья, в которой судебные решения исполняются, тогда будет так, как считается, должно быть судей. Правильно? А если это такая правовая семья, где судебные решения не исполняются, тогда не будет так, как считается, должно быть судей. Да? Это медицинская суд. Что значит за это? Какой суд? Ну, если верховный суд будет. Вот верховный суд. Если суде верховного суда считает, что должно быть вот так. Оно будет так или нет? Мне говорят, а зависит от того, какая правовая семья. То есть, может быть, имел в виду лошадь. Может быть, в зависимости от того, какая культура. Да? То есть, если правовая культура. В правовом типе культуры кто определяет, что правомерно, что противошлавно? Уважаемые господа, вот это, понимаете, я не просто так сейчас зателываю этот разговор. Это к вопросу о том, кто создает нормы права, если брать официально властные инстанции. Законодатель парламента, или, значит, он называет, номинальный законодатель, или суды? Кто создает нормы права? Номинальный законодатель парламента, или суды? Суд толкует. Вот те органы власти, которые абстрактно предписывают, как должно быть, или те органы власти, которые обладают компетенцией в конкретных ситуациях, устанавливают права и обязанности? Кто же устанавливает нормы права? Правы. Слав. Вот такой парадокс. Мы же говорим, что задача суда, что устанавливать нормы права? Нет. А какая задача суда? Разрешать. Скоро права, который возникнет в конкретном случае, между конкретными субъектами. И наоборот, мы говорим, задача номинального сгорода, допустим, парламента, формулировать, а вот мест нет. Нет. Формулировать нормы права. Правильно? Да? А вот получается следующее. Практика показывает, что, невзирая на то, что считают должны быть люди, которые сидят в парламенте, нормы могут так и не устанавливаться, как они считают. И наоборот, оказывается, что если действительно решения судов соблюдаются, то что получается, если судьи Верховного Суда считают, что должно быть так? Оно так не будет, если судебное решение соблюдается? У нас ответим, суд обладает постановлением пленового Верховного Суда. Как пленовый? Нет. У вас, может быть, обладает такой-то силой, я не знаю, это уже в России, но ничем не обладает. В России, как раз, как правило, постановление пленовое обладает. Если у вас какой-нибудь районный суд... Нет, вы, пожалуйста, уж со мной не спорьте. Вы мне, пожалуйста, не про Россию рассказываете, а мне, пожалуйста, логику объясните процесса. Если решения суда соблюдаются, невзирая на то, что это в России или не в России, вот решения суда соблюдаются. Судь Верховного Суда уверен, что должно быть так. Какие будут последствия? Так значит, это противоречит закон. А кто решает противоречит мнение судей Верховного Суда закону или нет? Резонный суд. Резонный суд. Вот, крезонный суд, там же мнение пределы, что право возникло. Они, судя своим решением, установят норму. Мы к этому еще вернемся. Обращая ваше внимание, обращая ваше внимание на следующее обстоятельство. Вот, пока логички никто не может опровергнуть. Это не получится. Что? Если судебные решения соблюдаются, тогда кто решает, есть такая норма или нет такой нормы, суд решает. Что именно вытекает из этой нормы, кто решает? Суд решает. Вот тогда, получается, что если судебные решения соблюдаются, то нормы права порождаются не столько деятельностью номинального законодателя, сколько деятельностью судов. Поэтому в любом социологическом правопонимании используется такое простое определение права. Право – это нормы, применяемые судом. Иногда да и правдам право – это нормы, установленные судом. В данном случае нужно, чтобы решение любого суда выступало нормой для последующих... Суд имеется в виду судебная власть. Ведь в любой правовой системе, в не российской правовой системе, а просто правовой системе, суды составляют иерархию, в которой вверху есть всегда один высший суд, который выступает как высшая апелляционная надзорная станция, которая обеспечивает единообразие судебной практики. Поэтому каково мнение судей Верховного суда в данное время, таковы и должны быть позиции, на которой стоят все остальные суды. Дальше Семенович, штат Хамилька, который как знание федерального государства, там есть суды федеральные, то есть общегосударственные, и суды региональные, то есть суды штатов. Все равно Верховный суд США, высший федеральный суд, выступает в высшая апелляционная надзорная станция по отношению ко всем остальным судам, что обеспечивает единообразие правовой системы в Семенович, штат Хамилька. В той мере, в которой судебная власть штата, допустим, будет неподчинена Верховному суду, в той мере, это уже будет не одно государство и не один правопорядок, а несколько правопорядков. Я вам сказал, что 4 типа правопонимания, зависит от того, как понимается правовое, что значит правовое, вот и стартная парадигма самая сильная, в либертарной парадигме правовое, это значит равенство в свободе, запрет агрессивного насилия. Я уже неоднократно, наверное, говорил вот это слово сочетание «запрет агрессивного насилия». Все слышали это, да? Запрет агрессивного насилия. Принцип права, с точки зрения либертаризма, принцип права, он формулируется так, запрет агрессивного насилия. И формальное равенство, это одно и то же, равенство в свободе. И в зависимости от того, что считается нормой, в либертаризме получается, что, где подобно легистам, можно ограничиваться изучением законов, и тогда вы будете знать право. И второй вариант, который, конечно, более распространен в социальной науке, именно социально-научной, а не какой-то идеологический вариант правопонимания. Право – это норма в социальном понимании, а правовыми они являются, поскольку они не нарушают запрет агрессивного насилия. В этом вопросе нам нужно рассмотреть несколько частных вопросов, а именно сам принцип права, это первый вопрос, принцип права, затем структура права, затем функция права, потом право и государство и правовая культура. Сколько получилось? Принцип права, структура права, функция права, право и государство и правовая культура. Пять вопросов. Значит, это будут не пять отдельных тем. Это такие очень важные составляющие одной темы, которая называется понятие права. Но поскольку вы почти все, будем так говорить, не вполне подготовлены к тому, что я говорю и буду дальше говорить, поэтому мы будем убивать на это много времени. Понимаете, да, это все будет одна и та же тема. Понятие права. Я уже дал вам такое определение, что такое институт. Вы уже помните, да, институт? Это устойчивый, устоявшийся порядок социального взаимодействия. Раз так, то это какие-то правила. Да? Порядок это правило. Может быть, порядок, а правил нет. Не может быть? Не может быть. Значит, это правило. Это порядок социальных взаимодействий, выражающий определенный принцип. Это все нормы, из которых складывается этот институт. Они все выражают один и тот же принцип. Это порядок, который выполняет определенную функцию. То есть, сложился такой порядок для того, чтобы люди благодаря этому могли именно так удовлетворять какие-то свои потребности. В общем, мой институт выполняет. Далее. В структуре института, как я вам уже говорил, в социологии принято различать так называемые позитивные нормы и механизм принуждений. Вот все это мы попробуем найти в правиле. Определение права в смешательстве можно предложить на позитивное такое. То есть, право – это институт, выражающий принцип формального равенства. Или право – это институт, пресекающий и подавляющий агрессивное насилие. Делим так, право – это институт, то есть система норм, устроящихся на запрете агрессивного насилия. Вы понимаете, что здесь важно, что я все время помню такой институт. Если вы говорите институт, то тогда в этом многое чего предполагается. Это уже не нужно выставлять само определенное определение права. Таким образом, я этот институт определяю как правовой, не по формальности его характеристикам, а именно по содержанию, по его принципу. Это понятие права будет самое главное, и самое это принцип права. Вы будете тут строиться в таком принципе, вот принцип права, как я вам сказал, – это формальное равенство. Оно же равенство в свободе или запрет агрессивного насилия. Мы с вами уже говорили что-то про свободу, про равенство, сейчас все равно это немножко нужно повторить. Вы помните, что все люди фактически не одинаковы. Все люди чем-то отличаются друг от друга. И какие-то могут быть существенные отличия, в другом контексте они могут быть существенные и так далее. И когда говорят о равенстве людей, то всегда имеют в виду что-то такое особенное. Любые представления о равенстве людей возможны лишь тогда, когда те, кто говорят об этом равенстве, они абстрагируются от фактических различий. Сударник, вот если мы с вами равны, то в чем мы с вами можем быть равны? Фактически не равны. Вы тут как угодно. Вот есть какие-то представления о том, что мы с вами можем быть равны? Я мужского пола, вы женского пола. Тем не менее, мы с вами в чем-то можем быть равны. Или нет? Я считаю, что нет. Ну никак, потому что мы с вами не можем быть равны. Мы с вами можем одинаково водить машину, иметь права на обождение в доме. Вряд ли мы с вами сможем одинаково один машину. Даже когда яйца в леднесты не смогут. Одинаково водить машину. Ну дорога все время будет разная. Вот не могут же обедать, нельзя дважды войти в одну и ту же реку и так далее. Вот я этого примерно не ожидал, что я не могу. Обращаю ваше внимание, что фактически люди не одинаковы. То есть мы с вами совершенно не равны. И тем не менее, вас сколько, если вас посчитать? Сколько это? Одна, две, три, сколько? Одна. А меня сколько? Один. Да, ну хотя бы в этом мы равны, что я один, и вы одна. Да? Поэтому, например, когда говорят о равном избирательном праве, имеется в виду, что по весу количества голосов, сейчас человек весит 60 килограмм, у него только один избирательный голос. Другой же весит 180 килограмм, у него три избирательного. Да так? Или нет? И считать, что вот эти фактические различия не имеют никакого... А человек все равно только один, он представляет собой некую единицу. Значит, можно сказать так, что формальная равность, это такое уравнивание людей по счету. Значит, три человека не равны пяти человекам, а семь человек равны семи человекам. Потому что каждый один человек равен одному человеку. А в чем же, знаете, эти люди практически не одинаковые? А вот в том, что они все человеки. Вот все люди признаются в праве, в праве, не где-то там, не в России, не в постановлении Верховного Суда, там и так далее, а в праве. Вот есть такой принцип социальных взаимодействий, давным-давно известный в культурах, в самых раз в годах, называется право. Вот принцип этого права – это формальная равенство, то есть равенство свободы. И с точки зрения этого принципа каждый человек обладает тем, что называются человеческими достоинствами. И вот в этом самом все люди равны. Осталось только еще разобрать, кто такой человек, вот определить вот некое определение, иметь такой четкий критерий, чтобы понимать, кто же это такие, которые равны в своем человеческом достоинстве. Вот мы сейчас, конечно, не будем с вами решать, что такое человек и как его можно определить и так далее, потому что у всех у вас достаточно представления о том, что такое человек, поэтому сходу можно сказать, что это такое. Все это рожденные, а по биологическим? Матерью человеческим. Человеческий, биологическим видеокомысом. А что это такое? Определять не будем, потому что это все на месте. Да? Как определить? Вот, например, не для этой человеки или нет? Безусловно. Безусловно. Вы уверены в том, что это безусловно? Только с вашей точки зрения, или будем так говорить, вот все те, кого вы считаете человеками, все они признают, что нет, это тоже человек. Вы просто такой, вот Обама, вот этот человек Обама, вот так ему не повезло. Нет? Мы поняли, да? А разве вы не знаете, что еще в XIX веке, то есть совсем недавно, считалось, что европейские государства могут правомерно присваивать себе неевропейские территории, если они уже не населены европейскими народами. То есть неевропейские территории считались ничьими, ничейными постольку, поскольку они не населены европейскими народами. Они считались ничьими. То есть аборигенное население территории людьми не признавалось, и во всяком случае не признавалось людьми в том же смысле, которым европейцы считали себя людьми. Да? Ну или так, например, вы знаете, что, самая развитая в истории правовая система существовала, и до сих пор она в таком месте существует в Среднем Штатах Америки. А там до середины XIX века существовало рабство. Как же совместить? Что-то была самая развитая по стандартам того времени правовая система, или вообще по абсолютным стандартам самая развитая правовая система, а там тем не менее существовало рабство для цветных, а именно для африканцев. Все люди есть субъекты как раз по-разному, если они таковы не существуют. Мы сейчас просто хотим понять, я хочу понять. Ведь у вас представляет, что такое человек? Вот вы приметлили жить в неком культурном мире, где вот такие стандарты, что такое человек, и вопрос кажется абсолютно. А в действительности это не так, вовсе у меня абсолютно этот вопрос. Вот берем там Соединенные Штаты Америки, не такой же больших данных, если говорить, что вот так, а именно там. А в Соединенных Штатах Америки, ну, подавляющего очень слой людей, считали, что негре – это вообще не совсем человек, это нечто человекообразное. И да хорошо, ведь они человеки, то они недоразвитые человеческие существа, они не могут существовать свободно, они могут быть только рабами. Вот, например, что такое демократия, переводится с древнегренического языка на русский язык? Маскарода. Нет, маскарода. Это, конечно, никакого не народа. Но демократия – это власть демократии. А что такое демократия? А бедные слои населения. Что такое демократия? Бедные слои населения. Бедные? Это член. А демократия как раз? Охвы. Это зажиточный. Вот как говорится, в эпоху кризиса классического полиса определялось примерно так. Чтобы дему создавал в эпоху кризисе классического полиса, это примерно там 6-5 века до Рождества Христов, это зажидшие торговые ремесленные круги населения. А вообще это первоначально, вот это самый афинский демократия, это члены демократия. Демократия – это родовые общины, из которых сформировался афинский полис. Поэтому земельными собственниками, ну, держателями земли, в той мере, в которой можно говорить про земельные собственные стремители демократия, земельными собственниками могли быть только члены демократия. Так что, если угодно, демократия – это реальные земельные собственники. Понимаете, какая-то интересная штука. Поэтому, когда древнегреческие авторы… Сейчас я вам покажу такую картинку, я вам покажу такую собирательную картину представления древнегреческих политических мыслителей о том, что принято назвать формой государства. Вот это мой взгляд здесь примерно так. Вот здесь у меня будет власть по закону, здесь власть против закона. То есть власть приобретена по закону, против законной власти, осуществляется вопреки законы. Это будут разные формы полис, или разные политические формы. Вот так было у греков и представления. В зависимости от того, сколько властвующих. Вот если один, то по закону это называется монархия, а против закона это называется тирания. Если власть немногих по закону аристократия против закона олигархия. Олигархия – это буквально в смысле власть немногих. Это совсем не то, как понимают олигархии в современных российских, например, дискурсах. В этих дискурсах и в официальных, и в неофициальных словоупотребление оно сравнивается к тому, что называется народной этимологией. Знаете, что такое народная этимология? Не знаю сейчас, что это такое народная этимология. То, что как представление людей о том, что много нет. Да, это такие представления людей о том, как возникло это слово, в его происхождении, это такие представления людей, которые, как правило, никакого отношения к действительности не имеют. Это такая фантазия людей, такие сказки простых, примитивных людей, вызванные у них ассоциациями этих слов с какими-то понятными, забытиями или явлениями. Ну, типа того, откуда возникло русское слово «водка»? А вот Петру Первому, а вот до Петра Первого, это те, когда все начинается с Петра Первого, водки не было. А вот ему стакан налили, а он не знал, что такое. Он стакан взмахнул, сказал «Вот как!» Он хотел сказать «Вот как!» Удивлённо «Вот как!» А вот у него горло перехватил, получилось «Вот как!» Вот и пошло след горло «Вот как!» Такое вот незайдённое слово «водка». Слово «авакция» вам известно. А что такое «ова»? Это латинское слово. Это яйца, это множественное число, да. Для яйца. Вы, наверное, знаете, что помимо, собственно, димских панк, была еще такая папа Иоанна. Он называл «папа Иоанн» какой-то, а потом, когда папа Иоанн умер, обнаружил, что это не папа, а папа, а папа была. Такая. И вот дабыть, больше не повторить такую ошибку, что женщина может выстегать на святом престоле. Можно я сначала вытекать, пожалуйста, если нет. То есть, если нужно выйти, не надо поднимать руки. Да, вот учитесь, пожалуйста, дождаться как-то мороза в моей плечи. Это. Попробуй еще раз. Значит, для того, чтобы избежать такой ситуации, что женщина окажется на этом престоле, такую процедуру якобы выработали. Ну, действительно, об этом пишут, что когда кардинал, как два кардинала избирает папу, то два кардинала должны вновь избранного папу освидетельствовать на предмет его покой принадлежности. А вы знаете, на площади Святого Петра огромное количество верующих там, многие десятки тысяч стоят, волнуются, ждут, хоть даже папа-то новый будет, а то без папы ведь живет. И вот выходит специально назначенный кардинал и один на балкон, всех являют в толпе. О-о-о-о! И все... О-о-о-о! Вот это называется овация. Понятно? То есть то, что я сейчас рассказал, мне нужно воспринимать серьезно. Это пример народной темологии. Ну так вот, в русском языке в современном многие слова используются по типу народной темологии. Вот слово олигархия, не у кого власть не возникает какой-то ассоциация с тем, что это власть богатых. Нет? Возникает. Возникает. Тут у многих еще тоже возникает. Когда власть богатых, это называется олигархи. Ничего подобного. Это то, что вы понимаете, что аристократия постарается в том, что позарковник считается, что это аристократы правила, а вот просто вот немногие правила, это называется олигархия, когда они не позарковник. Нет, они по любому человеку полятся. Власть богатых на этом языке будет пункукратия. Пункукратия. Ну и последний момент. Я вам излагаю версию древнегреческих авторов, когда один это монархия тирами, когда немногие аристократы и олигархи, а когда все, когда власть принадлежит всем, тогда получается либо демократия, либо охлократия. Охлократия. Ну, как вы уже видите, если все, и тем не менее два разных варианта, власть демоса и власть охлоса, то это слово все так, может наполняться разным собежданием, так ведь получается. когда говорят демократия, это власть всех, кого имеют в виду в качестве этих самых всех. Солнышко силиконовцы. Вот здесь будет генеральный собственник, то есть только те, кто по их представлению достоин участвовать в так называемом народном собрании. Охлос. Ну, в буквальном смысле это че, толпа, че, но вот не просто, что люди столпились, вот получилась толпа, а вот там нехороший смысл. Какой вы можете предложить аналог в современном языке для слова охлоса? Ламкул-элк. Люмпенс, да? Люмпенс. Вот это власть Люмпенс. Вот так. Ну, понятно, что те, кто составляет демос, они при этом либо умерщвляются, либо как-то растворяются в этом самом охлосе. Вот. Скажите, пожалуйста, а вот в числухе женщины включаются? Нет. Вместе тут все. Понимаете? Восемь не значит, что женщина это что-то нехорошее. Женщина даже очень хорошо, полезно, подходит. Женщине нужно любить, уважать, так далее. Женщина лучший друг человека. Не по-башни, не по-башни, не по-башни. Женщина, что-то это, понимаете? Это я не знаю. Вот. А, иногородние, так сказать, которые понаехали тут, они в число всех включают? Нет, нет. Особое право. Нет. У них, если и есть какие-то там права политические, это у себя, выезжайте к себе там в Таджикистан или откуда-то там, приехали и вот там, вот здесь вам здесь не нравится, понаехали тут, да? Вот. Это я вам говорю еще пока только о, собственно, Эллинах. Вот только вот о них. А помимо Эллина, там на севере, на востоке еще живут варвары. Это просто человекообразные. Они похожи на людей. Если определять человека как двуногая без перец, тогда, значит, варвары это тоже человек. Ну, можно взять ощипать петуха и тоже получится двуногая без перьев, правильно? Вот в этом же смысле варвары, конечно, тоже человек. Да, как тот петух ощипанный. Но не более того. Варвары это от природы существа низшие в сравнении и с людьми, то есть греками. Варвары несовершенн нравственно, этически. Варвары не могут создавать политического общения. Поэтому в их варварских странах они живут в условиях деспотизма. То есть вот от всего этого надо отличать деспотизму. Вот вам, пожалуйста, шесть форм политических. Все они вместе формы политические. И тирания, пожалуйста, и ахлократия это все формы политические. А есть совершенно неполитические способы социальной жизни. Например, у варваров это называется деспотия. Деспот в переводе на русский язык в древнем греческом означает домовладынька или там хозяин дома. Предполагается, что единственным субъектом в том, что называется дом, является сам хозяин. сам полотенец называется папа фамилицем. Все остальные не есть полноправные или вообще не есть субъекты. Жена и его дети, они, конечно, субъекты, но они не полноправные. А помимо жены детей, у него есть еще много чего в доме. Сами постройки, образующие этот дом, а еще есть поля, огороды, которые относятся тоже к этому дому, а еще у него есть скот самый разный, есть сено, навоз, рабы, ослы, козлы и так далее. Понимаете, раб это такая же принадлежность этого дома, как и наволв. Вот когда я говорю, что с точки зрения древних греков, варвары своих варварских стран, в своем варварском обществе живут в условиях деспотии или деспотизма, это значит, что у них все устроено как у грека дома, вот у афинянина у него дома, хозяйство, где людишки тоже какие-то бегают, люди человекообразные, так и в варварской стране, только это огромное хозяйство типа СССР, вот такое может быть, вот там есть один только хозяин остальные это принадлежности его деспотового хозяйства. Кстати, русское государство, русское слово государство, по своей этимологии оно аналогично слову деспотизма, но оно ничего общего не имеет с укоренившимся в новое время европейских языках словом стату, это поздно надежное слово стату, и производными от него стей, штата, и так далее. Так что государство, мне считают государство и деспотия это примерно одно и то же. Вот, значит, с точки зрения афинян, допустим, и других самых классических ревенов, люди это те, у которых вот что, а вот это уже, вот те, которые вот здесь в таких условиях, они человекообразны. Когда они попадают к собственным людям, они здесь не могут существовать как собственным людям, они могут быть лишь объектами собственности. Понимаете? Раб говорящие оружия, рабы суть вещи. Порву классического людского права. Видите, получается, что не люди делятся на свободных рабов, а с их точки зрения есть люди, а есть рабы. И права. Принцип права это принцип формального равенства, равенства людей, а все люди фактически не одинаковые. И вот в некоторых культурах эта фактически неодинаковость может возразиться в принцип. Например, там делятся люди на высших и низших, управляющих управляем. это может быть по какому-то расовому признаку, по этническому признаку, или по принципу рождения. Благородный или там неблагородный родился во благе и совсем в другом месте родился. Знаете, как это? Это вот в Средние века, характерно для Средневековья и для западного тоже сословное деление, оно определялось именно принципом рождения. К какому роду ты принадлежишь? А родите ображу и ты как раз эти сословия. В каком сословии родился, по правилам того сословия не будешь жить. Никакого формального равенства между сословиями не существует. А как вы думаете, когда исторически, просто расскажите мне, в каком веке это века, в какой части этого века достигается не так вот, равноправие? по-вашему и в каких культурах достигается равноправие? всеобщая равноправие. Фактическая и юридическая форма? Я не знаю, какое бывает равноправие. Равноправие бывает только равноправие. Знакомое, наверное, возможно, период после Второй мировой войны и все же декларация. Равноправие достигается после Второй мировой войны и где? Везде? Нет, я говорю о всеобщей декларации по-вашему. Нет, я говорю о равноправии, а не о том, что какие-то люди написали что-то на бумаге. Значит так, уважаемые господа, вот это ко всем, отучайтесь, пожалуйста, мыслить бумагами, написанными даже самыми авторитетными людьми. Наблюдайте, вот реальность вас окружающей гораздо интереснее, чем читать эти книги. Нет его. После революции, когда государям голову отпиливали, государство прекращалось. То есть после, во-первых, где это? В Англии, во Франции, в Англии, во Франции, то есть в Западной Европе, в XVI-XVIII веках происходили ужасные революции, и тогда было достигнуто всеобщего направления. Почти. Вот! Это же мужчина, говорит. Почти. Поэтому ему достаточно того, что... Это с точки зрения лучшей половины, прекрасной половины, что они что-то так. На диплом запасе, когда у каждого был пистолет. В Англии, в Англии, в Англии, в Англии, в Англии. Ну, там волюшка такая, там воля воляная. Все в этом смысле равноправны. Это и вон, что это хорошо. Кстати, обратите внимание, про деспотию тоже можно говорить, что там тоже равноправие. То есть, на том, есть формальная реальность. Вот эта формула Жан-Жака Руссо, должна быть вам известная, запомните, пожалуйста, перед деспотом все тоже равны, а именно равны к нулю. Никогда такой ситуации не было, потому что принцип формального равенства насторичный. Ну, каких-то культур достигли, никаких культур не разновлено. Мы, постоянно идет развитие, то есть, невозможно, это, правой принцип насторически развивается, соответственно, некоторые культуры приближаются. Ну, может быть, может быть и так. Ну, тогда по-другому я поставлю вопрос. Вот, если мы в реальности ничего видеть не можем, знаем, да, может быть Европа, когда был создан Европейский Союз, ну, то есть, начало не было. Когда был создан Европейский Союз, это все равно совсем уже плохо, сравнивая. Нет, ну, если уже в Англии женщины 1922 год, по-моему, в Финляндии, в 1906, в Англии же она их 19 веки была. Значит, давайте с вами пока согласимся с тем, что официальные документы, в которых стало провозглашаться всеобщее равноправие, вошли в моду в каком веке? В 20 веке. Значит, можно говорить так, что если есть такой реальный феномен равноправия, то это феномен только 20 века, и то не во всех культурах. Вот, вместе, пожалуйста, веду, что помимо, собственно, западной культуры, сейчас еще основными и конкурирующими с ней по своей значимости такими макро-региональными культурами являются еще две. Это, во-первых, исламская культура, и, во-вторых, дальневосточная культура, выраженная, прежде всего, вот этим Китаем, хорошо вам известно. Знаете, что каждый четвертый житель на Земле китаец? А скоро будет каждый третий житель на Земле Китая. Потому что им запрещено размножаться, плодиться и размножаться только вот в этом самом материковом Китае. Поэтому они разъехались, уже разбежались по всей Земле, везде плодятся и размножаются. Но, допустим, если они в Австралии уже давно поселились, им уже надоедает там плодиться, размножаться, хотя бы потому, что у них есть более важные вообще дела, чем вот дурацкое дело. Вы знаете, дурацкое дело у них не трое. А в Австралии есть другие как раз снимают жизнь и все в порядке. Так что, может быть, все жители на Земле никогда не будут китайцами, скорее всего. Поэтому имейте в виду, что когда-то, да, вы об этом просто не знаете и не понимаете, каких-то даже еще 20 лет назад, не говоря, уже 30 лет назад у советских, или там первых постсоветских людей в отношении к Китаю, китайцев, было такое и пренебрежительное покровительственное отношение. это китайцы, ну, по-моему, китайцы, что, безобразничать там, не уважаются? Забыли, а кто не такие? Свои места забыли на этой связи. Вот. А если такие развалятся, через, скажем, 10-15, может, через 30 лет, то значительная часть России окажется в составе Китара. Вот где вам больше хочется жить? В России Владимира Владимировича Путина, или в России в составе Китара? Ваш вопрос, да? А ты что за меня ответишь? Где же лучше-то? А Новосибирск где окажется? Не дайте. Давайте так конкретизировать не будем. Так же не будем конкретизировать. Нет, я просто хотел сказать, что Россия Владимира Владимировича Путина и Россия в составе Китая это одно и то же. Это просто две стадии одного и того же процесса. Вот именно, если Владимира Владимировича Путина, тогда подождите еще лет 10, ну, 30 максимум. Вот мне очень хочется, чтобы 30, потому что я к тому времени умол. А через тысячу не умол. Вот это лучше вы будете в жизни. Я знаю, кипая, а я не так. Не так вас пикам. Дмитрий Савчин, вопрос такой. Когда вы сказали о том, что принцип права это формальное равенство людей, что подразумевается под формальным и как он соответствует с фактическим? Этот формальность значит юридическое равенство? Да вот это мы сейчас и пытаемся выяснить. Вот сейчас попробуем. Вы выяснишь, что? Все люди фактически не одинаковы. И можно их приравнивать только в том, что они человеки. Вот только в этом. В общем, в чем? А если попытаться выяснить, а что это такое человек, вот здесь мы увидим исторически и логически совершенно разные концепции. Поэтому, ну, будем считать, что у нас с вами примерно или по существу одинаковые представления о том, что такое человек. Что на собственное человеческое достоинство влияет его половая принадлежность? Не влияет. Да? Хорошо. Кого конституции с собой есть? Я хотел носить с собой конституцию. Привыкайте, пожалуйста. Мне хотелось бы, чтобы вы сами смотрели эти тексты, так лучше, чем на слух воспринимать. Что такое человек, мы сейчас с вами попытаемся вывести из статьи 19 Конституции Российской Федерации. Именно в ней говорится о равноправии. Ой, это Конституция. Нет. Там 19 статья была. Статья 19, часть 1. Все равны перед законом и судом. Все равны перед законом и судом. Обратите ваше внимание, что это не есть формулировка формального равенства. Вот если про суд еще можно говорить, что формальное равенство, в частности, выражается требованием равенства перед судом, то равенство перед законом это еще не есть формальное равенство. Об этом попозже. Часть 2. Государство гарантирует равенство, прав и свобод человека и гражданина независимо от пола. Значит, все люди являются в равной мере человеками, обладающими человеческое достоинство, независимо от половой принадлежности. Независимо от расы, национальности. Что это имеет в свое этническое происхождение? Языка, происхождение, имущественного и должностного положения, место жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признаку социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. В части 3-й еще отдельно говорится, специально говорится, мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Ну, что такое равные возможности для их реализации в этом контексте? По-моему, не понятно, будем так говорить, но я все-таки подчеркиваю, что, а конституция подчеркивает, это направление мужчины и женщины. Ну, почему это не сейчас? Сейчас не наша задача. То есть, все люди равны своим человеческим достоинствам, независимо от того, мужчины они или женщины, независимо от того, негра они или негра, независимо от того, русские они или татары. Чем русские от татарин отличаются? Ничем. Русские от татарин. У них русское происхождение, у них татарское. Ничем. А чем отличаются они татары? Потому что есть девочки. Вообще, имейте в виду, что русские это такие татары, а татары это такие русские. Вот так. Есть субкультурные группы, если вы возьмете каких-то сельских татар, где-то там в Татаре или в Башкирии какую-то эту субкультурную группу, и сравните ее, скажем, с московскими русскими, то вы увидите существенное социокультурное отличие. Но если вы ее же сравните с московскими татарами, вы увидите те же самые существенные отличия. Так что русские такие татары, а татары такие русские. Можно вопрос? А вот из пункта второго выходит то, что все вот эти, это равенство по полу, по расе, оно гарантируется лишь, у нас существует лишь в силу гарантии государства, получается. Там такая формулировка. Нет, нет, нет. Мы, во-первых, это берем как некий юридический памятник. Да, 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 вот именно как памятник. Во-вторых, прошу вас помнить, что не официальные акты создают социальную реальность, а наоборот, некая социальная реальность в частности выражается и в актах. Но бывают такие случаи, когда социальная реальность сама по себе, акты сами по себе, официальные акты сами по себе. Вот это тот самый случай. Значит, это просто текст, который имеет самостоятельное значение. Сам по себе он нам интересен. Вот. Это вовсе не значит, что государство, кто это государство? Это нужно понимать так, что поскольку мы все с вами живем в российском государстве, а в российском государстве все люди должны следовать этой конституции, даже Владимир Владимирович Путин должен следовать этой конституции, то люди должны считать вот это вот. Ну, некоторые, я думаю, что подавляющее количество населения Российской Федерации вообще никогда не читали российскую самую конституцию. Только специалисты, наверное, знают про это в статье 19. Потому что понятно, что поэтому она не порождает никакую социальную реальность. Вот. Потом, ну, сразу же, вот если такой вопрос. Вы знаете, что сама эта конституция, она не имеет официальной, либо точнее так, вот если бы действительно принятие этой конституции регулировалось до соответствующими нормативными документами, тогда бы считалось, что она не принята. Потому что по разным подсчетам, тогда где-то 20 лет назад, где-то 19 лет назад, как уже, в Конституции 1993 года, значит, уже 18 лет назад. Для принятия этой конституции нужно было, чтобы в всенародном голосовании участвовало бы не менее половины регистрируемых избирателей, чтобы не менее половины участвовало вообще, проголосовали бы за эту конституцию. Вот так называемые вбросы бюллетеней на голосование начались именно тогда. Мы так криво стали ехать, потому что у нас фундамент с самого начала был заложен в Крыму. Потому что есть большие сомнения, что и половина избирателей реально проголосовало, участвовало в всенародном голосовании по этой конституции, и уж неоднократно были признания о том, что, поскольку не набиралось необходимое количество голосов за эту конституцию, а для чего тогда устроили события 8-3 года? А какие события были 8-3 года? Раскет. Вы все считаете, что у вас все достаточно адекватные представления о том, что было в 93-е году? В 83-е года. Или вы были маленькие, вы еще не знаете. Чаще и чаще сталкиваюсь с тем, что люди примерно вашего поколения, они уже с высшим образованием, с провинциальным высшим образованием. Она здесь не хрена не знает, что происходит вообще в жизни вокруг. Что там было каких-нибудь 20 лет назад, что-то, наверное, свершая. Вы знаете, что это такое Андрех Брейлик? Это тот, который в норвегии распределял кучу народа. Вы как вспомнили, да? Какая-то история, вы все знаете. А это вообще даже историю такую взять, ну что зачем? Ну зачем тебе еще это лишнее вставлять? Вот, там так мало места. Вот, значит, имейте в виду, пожалуйста, что в 91-м году в России в результате так называемого ГТЧП, про такое все знают, как ГТЧП, да? Ну да, формально, в связи с тем, что это было оформлено просто Советского Союза, то есть не стало Советского Союза. Появилась новая, значит, суверенная государство Российская Федерация. она называлась Российской Федерации, просто Российская Федерация. Что такое Российская Федерация? Вы знаете? Российско-советская, федеративно-социалистическая республика. Она еще долго называлась Российской Федерации. И вот в этой самой бывшей Российской Федерации так сложилась очень интересная история, потом как-нибудь сейчас так сложилось, что образовал два центра власти. Ельцин Борис Николаевич и те группировки, которые вокруг него, он был президент Российской Федерации, а еще был такой орган, конституционный орган, он назывался «Съезд народных депутатов». Он создавал еще постоянно действующий номинальный орган Верховный Совет. И вот этим самым съездом и Верховным Советом Ельцин поставил заведовать своего когда-то соратника по борьбе с этой стороны нехорошей Руслана Имрановича Хасбуланова. Вы слышали, как он слышал? Руслан Имранович Хасбуланов. Вот понимаете, история вот сложилась случайно так, еще мы признаемся, кто такой Хеф и вы не знаете, как Руслан Имранович Хасбуланов. А на долгое это оборудование. Он был такой, кто был такой, мелкий присутник, признение к родине и так далее. И вот он случайно попал под каток, который приходит и вы не знаете. Слушайте. С москазом, упал, ни с кого нет. Значит, вы не знаете, кто такой Руслан Имранович Хасбуланов. Но могло бы быть все и наоборот. Потому что осенью девяносто третьего года официально Руслан Имранович Хасбуланов отстранил Ельцина от должности президента Российской Федерации, исполнял обязанности президента Российской Федерации, бывших в то время вице-президента, человеком имени Русской Александра Владимирович. Он матерно призывал в эфире всех летчиков, своих соратников по афганским послушным боям. Бандить Кремль! Ну, так и было. В общем, вот так сложилось, что сила была на стороне Ельцина, военная сила. Обстреливали так называемые белые домы из танков. В том-комбилом доме, так называемом, размещался как раз этот самый верховный совет. А этот верховный совет был двухпалатным. И одной из палат, председателем одной из палат, сейчас не вспомню какой, это и неважно, руководил Владимир Борисович Исааков. И что он не говорит? Нечто говорит. Здесь такая карта называется «Карта права и сравнительного правоведения». Ей заведует Владимир Борисович Исааков, который вот тогда, 19 лет назад, он был, как раз, председателем одной из палат этого самого. В те времена страшные люди, когда уже обстреливали его апартаменты. О, апартаменты, обстреливали их. Что, кстати, я рассказывал? Это достаточно молодой человек, он был у него там, там, помощник. А когда где-то где-то рядом взрывается, он говорит, «Поем, Борисович, да, с вами был?» «Нет, мы сейчас должны закончить вот этот законопроект и сейчас объявить». А если вот это, ну, ничего не поделаешь иногда? «Ну, я говорю, товарищ, я введение брошу, я с вами не буду вот этим, чем он той вообще заниматься». И он сидел там в какие-то игрушки компьютерные играл, какие-то примитивные, когда была. Владимир Борис сказал, «Ну, хорошо, тогда я сейчас буду». И делал этот законопроект. И только когда уже действительно в соседнем помещении, мы там вот такими вот фугасами, понимаете, он железобетонную прошивает насквозь. Еще хорошо, что таким. Потому что если он взрывался вот там, где он попадает, то самое место, вот. И вот определял, как же им так повезло, что их-то там не нашли. А вот такое удивительное. Вот. То есть было чисто военное противостояние, победил их в трансировках Гельцина. И для того, что додавить, погибло по разным подсчетам, где столько тысяч людей. В самом-то разном 150 человек. Еще раз в официальном 150 человек. Смотрите. Смотрите. Ну, почему здесь официально? Ну, как говорится. Он, товарищ Сталин, сначала тоже бьет. В Великой Отечественной войне погибло там 7 миллионов человек. Вот это так. Ну, это вот история. Вот, короче. Если я там наголотил кучу народа, и, конечно, так и скажу, что… А потом, русские всегда так считали. Вот еще во времена русско-турецких войн. Это Суворову приписывается слова. Ну, на то еще я сейчас не буду справить смысл такого. Напишите, что в Туркмане на колоколе в 10 раз больше, а наши потери длительно направят. Суворов. Поднуждением этого служит то, что сразу же мы сейчас предлагаем народу принять новую конституцию, которая подключает Старой Советской, провозглашает приоритет прав человека, демократии и прочие современные ценности. Вот какая хорошая конституция. И вдруг оказалось бы, что эта конституция не принята. Да. Между прочим, нельзя говорить, что эта конституция была принята и в период, и в период, и в период. Возможно, уже тут началось. Да. Здесь вы говорите именно об всенародном голосовании. Все правы. Но в том, что по существовавшему тогда законодательству, по той конституции, которая тогда действовала, нельзя было путем референдума принимать новую конституцию. Я так скажу, хорошо, мы не будем принимать ее путем референдума. Мы ее примем путем сонародного голосования. Нельзя говорить путем референдума, это запрещено было. Но это же имеет большие практические значения. Вереспруденция может иметь огромные практические значения. Например, в ФРГ есть конституция? Нет. В ФРГ нет конституции. Все знают, что в ФРГ нет конституции, а там есть основной закон, в котором написано. Настоящий основной закон не является конституцией Федеративной Республики Дермании. Но возьмите любое учение по конституционному закону, в котором везде вы видите не только основной закон, но и конституция ФРГ. Конституция ФРГ. А хотя разница, да? Но она же фактически выполняет роль конституции. Какая разница, как ее называют? Ну просто так, для красоты я буду чередовать конституцию ФРГ, основной закон ФРГ, а то что у меня на одной странице будет УК, УК. А даже так, УК, УК, УК. Аргурент тот же самый, понимаете? Вот, значит, тогда уже в декабре 1993 года первый раз совершили жуткий подмог. С самого начала. Оказалось, вот, как это называется? Грек, когда первый раз первородный. Ну вот это не первородное. Ну, можно сказать так, что вот наше российское государство современное, вот оно, родилось в том акте первородного греха, когда взяли и подделали, фальсифицировали принятие этой конституции. И с тех пор вот так и живем у нас. Значит, там кто-то кого-то избирает-то. Дальше пошли. Что касается статьи 19. Еще раз, я могу ее еще раз читать не буду, я обращаю внимание просто на некое среду поражения. Значит, все люди равны в своем человеческом достоинстве, в своей человечности, в человеческом качестве. Независимо от того, кто мужчина или женщина, там, русский татар, независимо от языка. Но имеется в виду, независимо от владения, там, или не владения русским языком. Здесь написано, государство гарантирует прав и свобод человека и гражданина. Граждане Российской Федерации, они как граждане, что равны, независимо от того, знают они русский язык или не знают. Не все то, что здесь написано, оно соответствует действительности. А именно, в той мере, в которой в России было и сохранилось до сих пор федеративное государственное устройство, в этой мере у республик в составе Российской Федерации существует какая-то автономия по отношению к центральным органам власти. Ну, в частности, они еще могут, республика, у себя вводить требования для занятия государственными должностями и знания языка для того автотонного и нового населения. Вот. Поэтому, смотрите, в татарстане действует реально такой порядок, что необходимо знание татарского языка. Гражданин Российской Федерации, который претендует на государственную должность, как будто там в Татарстане, знающий татарский язык и не знающий татарский язык, наверное, они не равны доступе этой самой должности. Вот. Более важно другое. Гражданин прав и свобод человека и гражданина независимо от происхождения. То есть, независимо от того, происходит он из какого рода, из какой семьи, из какого сословия. В этом смысле нужно понимать. Все человеки. Это неважно. С точки зрения этой Конституции, неважно, произошел ты от каких родителей, вообще там выживите родители, загрестрируем в других браках, где тебя нашли там на помойке, как депутат на государственных университетах. Независимо от имущественного положения. Все люди, вот, людьми являются, равны в своем правовом, если угодно, достоинстве, независимо от имущественного положения. Это очень интересный момент в этой Конституции. В главе 2-й говорится сначала, что люди равны независимо от имущественного положения, все равно от одной и той же главы. Потом мы берем статью 40-ю и читаем части 3-й. Статья 40-й. Малоимущим, иным указанным в законе граждан, нуждающимся в жилище, оно представляется бесплатно или за доступную платку. Это, кстати, разница правового положения. Малоимущим, нуждающимся в жилище, оно представляется бесплатно или за доступную платку. Не хотите сказать, что взаимоисключающие? Общие специальные нормы, сразу позитивисты. Общие специальные – это про другое. Мы говорим по логике. Одни равные. У некоторых людей с логикой плоховато. Сейчас вам такой пример еще приводим. Если Россия признает социальным государством в статье 7-й, соответственно, эта норма статьи 19-й должна быть отсутствовать, потому что в силу социального государства не может быть реакции. Слушайте, пожалуйста. Часть 3-я статьи 35-й. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. Предыдительно о чуждении имущества государственных нужд может быть произведено только при условии гриборитного и равноценного возмещения. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. Ну и что? Это общая норма. А дальше что мы специальные? Вот. Вот с точки зрения таможенного генерала, значит, когда ему говорят, но в Конституции же сказано, что никто… А вы выхватывает из Конституции отдельную норму, а надо смотреть еще другие. А в другие, пожалуйста, часть 3-й статьи 55-й. Здесь говорится о том, что… Ай… Права и свободы, что это гражданина, могут быть ограничены федеральным законом, только в той мере, как это необходимо, да, как перечисляться. Вот как вы собираетесь ограничить окружную норму? Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда, каким-то федеральным законом. То есть выделить некую категорию людей, которые при этом идем на обстоятельствах могут быть лишены свое имущество. Это что, будет не нарушением Конституции? Очевидно, да? Вот вначале здесь вообще специально. Это в их дискурсах, когда они отдают свою логику, это может звучать как аргумент. То, что они нам скажут, это не работа. Что про жилища написано? Что про жилища еще раз? Какой вопрос там про жилища? Малоимущие. Малоимущие. Часть 3 статьи 41. Люди равны своим человеческим достоинством и независимо от должностного положения. Все равноправны, независимо от должности. Вот это требование правового принципа. Как раз к российской культуре это абсолютно неприменимо. В российской культуре действует принцип такой. В традиционно господствующей российской протестарной субкультуре, которая называется русская система. Действует другое принцип. Ты начальник. Я дурак. Я начальник, ты дурак. Сколько слов всего? Четыре. Восемь. Все люди являются в равной мере человеком и независимо от места жительства. Мы в общем отношение к религии. Если ты раньше был православный человек, то неважно какого-то рода племени, этнической принадлежности, вот ты тогда полноценный человек. Если ты не православный человек, то ты русский, но не православный. Независимо от убеждений, принадлежность к общественным объединениям. В общем, тут больше ничего интересного нет. Запомните, пожалуйста, часть 2-го статьи 19-й. Принцип формального равенства раскрывается в частности как принцип равноправия. Он здесь в частности как принцип равноправия. И вот такое перечисление, но полезно. Там говорится о том, что все люди разные по половому признаку, языковому, религиозному, этничному, и по многим-многим включая имущественный признак. Однако вот с точки зрения права все люди равны. Так в чем же они равны? А вот в том, что они признаются все одинаковыми субъектами права. Фактически они разные, значит их приравнивают формально, абстрагируясь от всех этих самых практически не одинаковых субъектов. А выражается это более конкретное и реально следующее. Вот если мы с вами формально равны в своем человеческом, или в правовом, уже в юридическом даже, получается, в человеческом достоинстве. формальное равенство еще называют юридическое равенство. Если мы с вами равны, то один не может сказывать другому. Вот если мы не просто не в каких-то специфических социальных ролях выступаем, а просто как человек. Вот тот же человек, человек как меня зовут? Эльвина. Как еще? Эльвина. Эльвина? Да. Ну, разные имена есть. Спасибо. Все люди, независимо от имени, все равноправны, все равны своему человеческому достоинству. И даже те, кого зовут Эльвина, тоже равны другим. Понимаете? Эльвина. Эльвина. Вот мы с тобой равноправны. Так? У нас, мы с тобой, и ты, и я, мы оба человеки. И нас интересует то, что раз мы человеки, значит, мы признаем друг за другом, что равны права и свободы. Правильно? Мы признаем друг друга равными в нашем человеческом достоинстве. Так? Мы помнишь в прошлый раз, когда здесь сидели, выясняли, ты свободна или не свободна? Вот. А какой у нас был критерий? Ты сама себе принадлежишь или ты там кому-то принадлежишь? Так? Значит, мы оба самопринадлежащие. То есть, если все человеки формально равны, то значит, один человек не принадлежит другому. Если мы признаем нас всех человеками, то каждый из нас принадлежит сам себе. Правильно? Поэтому я не могу, допустим, тобою распоряжаться никак. А ты не можешь расприжаться. А для того, чтобы возникло бы у нас, что называется, взаимодействие, получили бы. Что же нам нужно сделать, для того, чтобы взаимодействовать? Видишь, какая-то умная. Вот для того, чтобы мне распоряжаться, вот, допустим, этой лодкой, достаточно только до нее дотянуться. Вот не могу дотянуться, да? Руки краткие. Не могу. А вот дотянулся, вот руки раю сейчас как угодно, да? Правильно. Вот. А вот тобою не могу распоряжаться никак. Вот мне хочется, чтобы так ты себе, ты как не хочешь себя вести. А поскольку ты сама принадлежащая, значит, мне не принадлежащая. Правильно? Что же нам делать тогда? Вот мне хочется, чтобы ты вот взяла и перевернулась сейчас в тайнушку. Вот так мне очень хочется. Что мне нужно делать, пожалуйста? Попроси, да? Не забыть, сказать какое слово. Пожалуйста. 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 Мы согласовали какие-то наши воли, да? Мы с тобой договорились. Видишь, какая интересная штука? То есть, из признания формального равенства людей, да, вытекает, из признания того, что они формально равны, вытекает, что они принадлежат сами себе, да? Значит, один не принадлежит другому. Правильно? Значит, один не может другим распоряжаться, так? А как же им взаимодействовать? Как же им совместной деятельностью заниматься, если каждый сам по себе? Договорились. Еще в этом контексте иногда говорят, так, суверенитет личности. Вот такая, как у меня, дурашное слово почитание, но оно не нужно. Просто так. Вот. Так можно же просто-напросто, оказывается, что сделать? Договориться. И не только по таким пустякам можно договориться. Можно говорить по каким-то более серьезным вещам. Так? Ты что ты делаешь? Что делать? Вот так. Не договорились. Не договорились. Нет. Ну можно, там вот. Хочется еще. Вот. Понятно, да? Что получается? Что вы читаете сформально нравится? Что людям для того, чтобы осуществлять совместную деятельность, чтобы создавать в множестве их взаимодействий какой-то порядок, нужно всего-навсего что делать? Договариваться. Правильно? А, например, судья и обвиняемые, они же ведь не могут договориться. Дело в том, что они выступают здесь уже не просто как люди, они выступают в специальных социальных ролях. И обвиняемый, он обвиняется как раз в том, что когда-то, когда ему для того, чтобы добиться своей цели, нужно было с другими людьми договариваться, он договариваться не захотел, не стал, а попытался распоряжаться ими. Вот. И поэтому он теперь попадает в социальную роль уже не просто человека, а человека, обвиняемого в том, что он нарушил принцип права. Вот какое тошматное, видишь? Ты говоришь просто так. Так вот, смотрите, последнее, что отсюда вытекает. Значит, если один человек не хочет договариваться с другим человеком, а тем не менее ему очень хочется чего-то получить от другого человека, у него, может быть, есть реальные ресурсы принуждения другого человека. Так вот, с точки зрения тех людей, которые признают друг друга формально равными, то есть признают равную самопринадлежность каждого человека, любое принуждение другого является агрессивным насилием. Если они, например, наступают просто как в человеке. Вот никак, смотрите, обвиняемого, осужденного, его тоже принуждают. Но это не агрессивное насилие, а это уже насилие в ответ на то агрессивное насилие, инициатором которого был он. Он получил по справедливости воздаяние за свое агрессивное насилие. Значит говоря, из принципа формального равенства логически вытекает запрет агрессивного насилия. Восемь за внимание пережили? Ну и какой же вывод-то? Мы все с вами нормальные люди. Мы все находимся отрицательно с наркотиком, с употреблением наркотика. Да не хочется, чтобы свободный оборот на охоте. А тем не менее, вот принцип права гласит в данном случае, что свободный оборот на охоте правомерен. Любой свободный оборот чего угодно, а вот правомерен. Но самое главное, чтобы те, кого мы считаем людьми, они действительно были бы полноправными, обладали бы полной правосубъектностью. А мы с вами выяснили в позапрошлый раз, что полная правосубъектность наступает у людей лишь в какого-то возраста. Да, еще нужно, чтобы он не был бы признан судом недееспособным в силу метрофитических заболеваний. Вот если в возрасте, если судом не признан недееспособным, то тогда участие в любых свободных оборотах, правомерно. А тем не менее, нам не хочется свободного оборота наркотиков. А как же, говорит, так? Нам не хочется сопротивляться. Это только наше такое представление, что уступает от собственного. Я не знаю, что твой случай такое добро, я знаю, что мне не хочется. Я не говорил никаких слов, что такое зло, что такое добро. Это как раз в других неправовых дискурсах вводятся понятия добро, зло, причем оно абсолютное и так далее. Я говорю, ты мне не хочешь, нам не хочется. Ты вот тогда знаешь, какой вывод получается? Что с нашей точки зрения право не является универсальным регулятором. Это неправда. У тебя к тому, что они ко всем случаям применимы. Но ко всем применимы. Оно применимо как всех. Ну, мы знаем, что, во-первых, некоторые там многие культуры строятся на противоположных совсем-таки, на агрессивную насилию. Даже нам в чем-то, может быть, и не хотелось бы, и чтобы здесь была бы свобода договора и так далее. Почему? Мне кажется, что у меня их наносит, и мы тоже как-то формально выводим. Почему? Мне не кажется, я не знаю. Есть предметы, которые видны для каждого отступового оборудования. Это же законы мои, мысли шире. Вы, зачем, что спешите? Я могу задать? Я могу задать? Я выконечил. Вы шли, что за причиной мы это есть. Это будет взялся сейчас на правду. Вы просто врубитесь, о чем здесь идет речь, да? То есть вопрос сейчас был задан такой, что, ну а вы знаете, что есть у меня акция привычка, которая выведена из бюджетского правооборота. Чем выведены? Они сами себя вывели? Нет, начальники взяли да и вывели. То есть я сейчас распинался полтора часа на тему что-то нормальное равенство, что люди равны своей самопринадлежностью. И дальше попросил определить. Но если мы признаем, что все люди равны своей самопринадлежностью, тогда может ли один человек правомерно взять для чего-то еще вывести из какого-то оборудования? Нет, значит, это будет с его стороны обессивное насилие. Мне кажется, что с точки зрения логики должно быть все эти действия. Так, мы теперь дальше пошли. Вот с этим, по самым принципам права, связаны еще такие понятия. Собственность и с кем-то действие. Ну зачем само процессорство и действие? Не, поверь, не надо. Почему? Да, ну. А как ты хочешь? Собственность, понятно. Почему собственное действие? Итак, само процессорство и справедливости. Потому что принцип права формальная равенства это и есть справедливость, то есть иначе оно называется справедливость. даже по-русски право и справедливость это однокоренные слова выделом что и в современном мире помните сентенцию любит он месяца социалисты стали добавлять просто праведливость и это иногда социальная справедливость это хорошо вы потом просто государство либеральным государство под а по социальное государство просто право персоциальное там осталось логично ну чё, давайте рассказываем Спасибо. 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 Со времена Аристотеля было известно, что справедливость есть равенство в отношении между людьми, которое в Равенство и справедливость на многих языках обозначаются одними и теми же словами. Вот помимо юстиция, есть еще одно слово латинское, обозначающее справедливость. Еще такие варианты равенства, в частности справедливости. Эквитас. Английский это вы все знаете? Да? То есть английское эквития это просто калька с латинского эквитас. Ну и так далее. В других языках то же самое. Дальше пошли. А в латинском кальку будет справедливость эквитас? Эквитас. Принято читать как Э в латинском. Сейчас я вам для того, чтобы... Мы сначала вам Аристотель расскажем, а потом нарисуем некую скепу. Значит, о Аристотеле. Справедливость он называл востояние равным за равное. Такая вот ему формулировка. И при этом Аристотель различал справедливость в разных контекстах, как для ее обеспечения установили. Два проявления, два варианта, для ее ипоскази, которые он называл справедливость распределяющая и справедливость уравнивающая. Обратите внимание, во многих текстах современных пишут справедливость уравнительная. Словес на Аристотеле. Неверно. В правильном термином будет справедливость уравнивающая. Уравниловка – это как раз по Аристотелю несправедливость. Уравнительность, уравниловка. Здесь некоторые оттенки такие слова уравнивания имеют. А именно распределяющая справедливость. Принцип справедливости в распределительных отношениях можно интерпретировать как пропорциональность. Справедливым будет, если люди, участвующие в общем деле, получают от этого дела пропорционально и на их вкладу. Всем понятно, что я сейчас сказал? Пропорциональность. Значит, если один человек купил акции неких в 10 раз больше, чем другой человек купил тех же самых акций и тех же самых акций о том, что это по справедливости будет, если он их в 10 раз больше получит, где нет. И тут же Аристотель поясняет, что нарушение этого принципа пропорциональности известно как привилегии и уравнивов. Если кто-то получает от общего дела больше, чем пропорционально его вклады, то это значит, что он имеет привилегии. В частности, если кто-то ничего не вложил в некое общее дело, но получает от этого дела по закону ли, по обычаю ли, это значит, что законом или обычаям ему предоставляется что? Привилегия. Поэтому сразу же обращаю ваше внимание. Вот то, что называется на социалистическом языке права человека второго поколения. На языке досоциалистическом, это как называется привилегии? Привилегии. Не права человека, а привилегии определенной категории людей. Ну, самое простое, например, пособие безработицы. Человек не работает, но получает деньги за то, что он не работает. Значит, он имеет такую привилегию. Он не права его имеет на пособие безработицы. Это на досоциалистическом языке. А на досоциалистическом языке говорится, что он имеет право на всякого рода социальную защищенность и, в частности, право на пособие безработицы. Из чего это вытекает, такой право? Ну, как же он, спокойно написано. Право на. Дальше арестовик говорит, что если все получают от общего дела одинаково, поровну, независимо от их плата, тогда такая несправедливость. Называется уравнивывка. Значит, вы творите два вида несправедливости в распределении. Первая несправедливость – это привилегии, вторая несправедливость – это уравнивывка. Ну, вообще логически, можно сказать, что уравнивывка это такие привилегии. То есть кто-то, кто получал бы меньшее, чем он получает в случае уравнивывки, значит, таким образом имеет привилегию. Он получает наравне с другими. Ну, и можно сказать, что привилегия – это такая уравнивывка. Дальше арестовик говорит, в обменных отношениях принцип справедливости можно сформулировать как эквивалентность. Эквивалентность предоставлений и получений. Эквивалентность предоставлений и получений. В обменных отношениях справедливыми являются такие обмены, в которых достигнуто равенство. Эквивалентность предоставлений и получений. Ну, вот нужно, конечно, различать обмены, так сказать, позитивные и негативные. Но позитивные – когда люди обмениваются чем-то полезным и договариваются об условиях этого обмена. А негативные обмены – это когда один человек дает другому чего-то нового, чего другое. Совсем и не хочет получить. То есть в виде агрессивного насилия он ему это дает. И, значит, этот дающий негативно по справедливости должен получить эквивалентное воздаяние. Например, если он выбит ему глаз, то по справедливости тоже выбит глаз. Мокозавод – азут – азут – азут – азут. То есть негативные обмены, понятно, что там справедливость. Вот в позитивных обменах, в обменах теми благами, которые для людей имеют так называемую положительную цену, критерием уравновешивания предоставления и получения является ничто иное, как свободный рынок. И, во, что такое свободный рынок? В нашем контексте как цена складывается? В зависимости от отношения спроса и предложения. То есть какая цена на некий товар, который выставляется на свободном рынке, будет эквивалентная, то есть равновесная, равная? В зависимости от отношения спроса и предложения. А если будет так, что некий человек затратил на производство некоего продукта, там тысячу, скажем, каких-нибудь тугликов, он это на рынке рассчитывал продать, ну, может быть, даже и подороже, чем даже тысячи. А спрос и предложения на это на рынке таковы, что ему могут заплатить, ему предлагают за это заплатить всего лишь 500 тугликов. Это справедливая цена? Смотрите, себестоимость у него 1000, а на рынке за это предлагают ему только 500. Это справедливая цена? Это справедливая или нет? Нет. Конечно, нет. Нет, несправедливая. А какая бы справедливая? Почему? За что он так произвел? Твои проблемы производить, а ты получил прибыль. Справедливая в обменах отношения с дальше эквивалентной. Так сказать, это равновесная. А вот какой критерий равновесный и неверно весный? На каких весах взвешивать? Спрос предложения. Он для чего это собирается продавать? Чтобы умеет обогатиться и отдать, но есть смысл, социальный смысл этого акта продажи чего-то. О удовлетворении, наверное, потребности тех, кому это нужно. Правильно? Если вы на этот спрос не был, он же, наверное, его ждал. Нет, конечно, есть такие люди чисто силовой ситуации. Может быть, как вот такой человек, допустим, Раджа, сидит он и связь во дворце, и сам, сам, ну, я не знаю, что, ну, вот гвозди волоском расплющивает. И всем, кто во дворец стоит, он продает расплющенные гвозди. Один расплющенный Раджой гвоздь стоит две золотых монеты. Что так кажется, то он сразу робит голову. Попробуйте рассказать. Вот такая возможность тоже после того, как это работает. Обмены могут быть не только свободными, то есть правовые. Обмены могут быть и силовыми. Обмены. Вот ты вот смотришь сегодня, знаете, у Денцова возвращаться поздно, вот, а так тебя подойдут, скажут, девушка, купите кирпич. Дешево. Вот все, что вот так в сумме, очень дешево. И попробуй откажись от такого обмена. Здесь какие обмены-то бывают нехорошие. Значит, сейчас речь идет о том, что, независимо от того, сколь дорого и ценно для продавца то, что он хочет продать, справедливой ценой будет та, которая свободно складывается на данном рынке здесь и сегодня в зависимости от отношения и спроса и предложения. Непонятно опять, да? Нет, просто он же может не продавать. Правильно. Правильно. Да, то есть вот его желание продавать или не продавать. Выгодные люди, не выгодные. С понятием справедливой цены никак не связь отмолкнута. Мы должны это помнить. Он говорит, вот, мне это не выгодно, я не буду продавать. Пусть оно меня лучше гниет. Помните, как поссорец Иван Иванович и Иванович Никитович? Иван Иванович увидел и Иван Иванович ружьёком. Баба развешивала рухлядь, чтобы она проветривалась во дворе. И ружьё тоже повесила, чтобы проветривалась ружьёком. И Иван Иванович увидел ружьёком, говорит, а вот что я у вас ружья-то никогда не видел? Какое у вас ружьё? Вот я тоже вот хочу побаловаться ружьиком. Вы мне его уступите, пожалуйста. Как же я ему уступлю? Оно мне самому нужно. Вот они начинают припираться и Иван Иванович, он время от времени он добавляет смену. Помните? Сначала вам предлагает три мешка овса. Я дам, что это три мешка овса. И там сначала свинью, вот эту свинью, с поросами какой-то, вы ее увидите, если она не наведет вам в следующем году поросят. А Иван Никитович там ругается и говорит, что не желает он такую вещь известную, как ружьё, мешать там на что? Менять на что? На три мешка, ружьё на три мешка. Да не пустых, а с овцом. Как? Ружьё на три мешка с овцом. А свинью-то забыли? Поцелуйтесь со своей свиньёй, а кое хотите, это чёртом. Вот. Вот оттуда начинается этот скандал. Вот. Иван Иванович обижается на Ивана Никитовича и говорит, ну и пусть оно огоняет, сгниёт в коморе ваше ружьё. Видите, Иван Никитович мог бы ружьё отменять на три мешка с овцом и свинью, потом ещё поросят от свиньи пойдут. Вот. Но он решил, что это несправедливая, неэквивалентная цена. Из ружья он это никогда не споряжал, ну и там несложно. Вот. И оно так и останется у него, висеть, лежать, в комборе. Имеет право, потому что оно его вспоминает. А вот предложил ему Иван Иванович за ружьё, может не знаю, что это, ну какие-то 100 рублей, ну наверное взял бы. Вот. Теперь, а прочнее, а очень раньше, что справедливая цена, она на конкретном рынке справедливая, на этом рынке она складывается свободно здесь и сегодня. Вот я всегда привожу пример со своими часами. Эти вот часы, они были куплены в Швейцарии за 1500 швейцарских франков, когда швейцарский франк был на 20% меньше, что на 20% был влечебный дом. В Москве точно такие же часы, то есть я их в Москве увидел, не знаю, что в Швейцарии было. Почему? Потому что в Швейцарии 1500 франков, в Москве 1500 рублей. Один и тот же день. Видите? Цена на 20% различается. Какая здесь справедливая? В Швейцарии надо сказать, что на чем? Ну, не смогли. А у меня несправедливо, это цены на совершенно разных рынках. Цены раскладываются совершенно свободно на разных рынках. Они могут быть разными. Ой, может быть, кто-нибудь из вас смотрел такой фильм, который называется «Начальник Чукотки». Это старый советский фильм. Давно все умерли, кто там играл. Если кто-то смотрел, поднимите, пожалуйста, «Начальник Чукотки». Нет. Владимир очень мало таких, но не пропустит. А вот, если вообще, что какие-то фильмы и смотреть, вообще, какие-то смотреть, то это начальник Чукотки не надо смотреть. То есть, тайной, можно не смотреть. Начальник Чукотки надо смотреть. Как еще во время советской власти сделали такой насквозь антисоветский фильм, который показывает веносказатель, конечно же, юмористический, сатирический, конечно, но показывает всю хвозногостную советской власти. Есть смысл советской власти. Назва была там такая, там едет комиссар, начальник, сам начальник двадцатых годов, едет на Чукотку, или это там вот эта воздаленная какая-то стойбища, как она там называется они, едет комиссар, а при нем писарь. Вот комиссар в дороге умирает. Писарь – мальчишка совсем, у которых свои представления о том, что такое социализм, что такое братство между людьми, детские по существу, и коммунистические, и большевистские. А что не по нам, так сейчас как Владимир Членович, знаете? Вы знаете, Владимир Членович очень любил детей. Не знаю, потому что он вообще не любил. Вы думаете, Лев Толстой любил детей? Да, Лев Толстой тоже любил детей. Вся в случае, Надежда Садина-Крубская так рассказывала. А кто такая Надежда Садина-Крубская? Вы не знаете, вы же у нас знали, да? Друг, товарищ, жена! Владимир Членович соратник, соратница. Вот, когда Владимир Членович сдох, то она как-то дополизировала вот типами за Владимир Членович, если вы ее приглашали, вот она рассказала Владимир Членовичу. Вот, Владимир Членович, вот, вот, я с этими пионерами она выступает, что-то рассказывает, и вот Расследович Владимир Членович и нашел детей. А ее просят привести какой-нибудь конкретный пример, как именно он их любил. Ну, как, любил и все. Ну, а какой-нибудь конкретный пример, можно? А, вот, сидит, как-то, дедушка Ленин и саблю точит. А тут, варюки, девочка, дедушка Ленин, одежка, а что ты делаешь? Ищ, саблю точу! А ведь можно изумить. Очень любил детей. Вот так случается о закладывающей линии сюжетного фильма, что ему приходится выдавать себя, этому писарю, за комиссара, который тройки умер. И он начинает по своим понятным строить там социализ. Вот на примере это все показано, как неправильно якобы строится на самом деле, это просто вратесная форма показана, как вообще весь социализм или коммунизм в этой стране строится. Вот примерно так, как Малгарн и Мальчиков и Саусь и Саусь. Вот в частности американцы и обмениваются с чукчинами тараками. Вот у них происходит свободный эквивалентный обмен. Это свободный рынок. Там цена на товары складывается свободно в зависимости от спроса и предложения. А приходит эта советская власть и видит мантра чукчинами ружьё в чукчинами. Американец ставит на приклад чукчинами. Примерно вот так вот. А рядом чукчинами кладёт песцовые шкуры одну на другую с топкой, горкой, до тех пор, пока до полружья не дойдёт. Вот это значит цена. Накладывай, 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 пока нет. И дальше получается так. Простейший подсчет можно показать, что в Сан-Франциско, где куплено это ружьё, оно там куплено с каких-то 50 долларов. В те времена начало 20-х годов ты скажешь, доллар это было совсем не то, что сейчас. Цена совсем другая начата. Ну да, то есть 50 долларов. А вот это количество песовушку там в Сан-Франциско стоит может быть ну там несколько тысяч долларов. 50 долларов и несколько тысяч долларов. Ну вам понятно, что огромная разница. Это, конечно же, очень выгодно. амбитанцию где-то 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 это справедливается на или не справедливается. Я согласен. Но в Чукче понимаешь, мы же говорили о субъекте. Мы говорили о субъекте. У нас должен быть полноправный или способный субъект. Вот и по-русски понимают. Это не будет Чукче. Поэтому там и проскакивает фильмы такие речи, что Чукче-то он настоящих целей не знает. Не знает, он не понимает. А кто их знает вообще? тисловую шкуру, нежели тот, который произойдет только в том случае, если добрые и глупые с точки зрения Чукче-американцы не приедут к нему и не предложат ему обвинять на его тисловую шкуру тисловую шкуру. Чукче совсем вовсе и не дурак. Он соглашается только на эту цену. Вот не столько нужно наваливать тисловую шкуру, а именно столько. Почему? Потому что уже ему не просто так, не то, что он в коморе валялся, как Иван Египовича. Он из этого ружья будет не только песта бить. Вот песток там как мыши там бить. Ружья можно вверх убить. Марша можно бить. Понимаете? Самое главное. Марша можно бить, друзья. О! А, из песта попробуем, арша. Как ты песток арша? Надо сначала поймать, а потом туда сразу толпать. Фантастика! Фантастика! Значит, Чукча соглашается и, может быть, он считает, что добрый, глупый, дядя американец, он не понимает, что из собственного столько много, а ружейка у нас нету, уже тут у нас тут не валяются недели. Ружей, по-моему, это величезная цена. Чукча способен рассчитать, сколько ему без ружья нужно охотиться, чтобы набить такое количество песцов, и сколько ему с ружьем нужно охотиться, чтобы набить такое количество песцов. Он знает, что если ему за ружье придется вот столько отваливать песцовушку, то это ему будет невыгодно. Он придет целый год за этим песцами и на такую цену он не согласен. Знаете? Какая фигня. Так что как ни крутить, цена на этом конкретном рынке эквивалентна чуть-чуть специфический субъект, причем его специфичность заключается еще и в том, что он привязан к этому рынку. Это справедливость, самая что она есть, справедливая цена. Но приходит советская власть и говорит, так, это несправедливая цена, вы платить будете, причем, советская власть говорит, во-первых, будете чуть-чуть больше платить за это, а во-вторых, мне еще втроем раздель мы платим, да я на эти деньги за чутки сейчас буду строить специалисты. Сейчас закреплю у вас рельсы в Америке, паровозы, еще здесь железную дорогу, фабрики построим, заводы. Мы что-то говорят, эээ, завод фабрик нельзя, демить будут, писание будет, за что будешь надо пошлину брать? Ну, это вопрос решается. Не сейчас мы потом решим, а потом испоганим одну шестую часть себя а потом он сам по себе решит этот вопрос. Вот сейчас я вам проиллюстрирую принцип справедливости на примере четырех моделей налогообложения. Пожалуйста, воспроизведите у тебя то, что я рисую. А рисую я здесь четыре пары столбиков. Столбики должны быть для наглядности существенно разной высоты. Но если у вас короткий столбик, скажем, четыре в клеточке, то высокий столбик должен быть двадцать в клеточке. Вот если 4 и 6 это со всеми годится, 4 и 10 тоже плохо. 4 и 20 еще кое-как пойдет. Вообще желательно 4 и 144. Это возможно на этой доске? на этой доске, да? А где здесь клеточки? Я не вижу. Четыре пары столбиков. Эти столбики означают доходы. Низкие столбики и высокие. Это высокие столбики. всем понятно почему я именно так выбираю а не наоборот. Первая модель налогообложения. В первой модели налогообложения со всех налогоплательщиков берется поровну в абсолютном исчислении. Налог на всех одинаковый в абсолютном исчислении. Вот допустим 500 фунтов стерлингов с каждого, с каждой души. Вот то, что я сейчас зачеркну, заштрихую в нижней части столбиков, это та часть дохода, которая ушла на выплат и вклад налога. Заштрихованная это то, что взяли, а осталось, как вы видите, у я буду называть это краски бедными и богатыми, осталось у бедных, очень мало у бедных осталось, а у богатого видите, как много осталось, вам видно? Вот, а вы говорите справедливость. Во втором случае берут поровну в относительном исчислении, берут со всех равную, одинаковую до всех долю от их дохода. Доходы то у них разные, но отнимают в виде налога одинаковую долю. Ну, вот, допустим, 30%. Это уже выглядит иначе. как видите, у бедного опять осталось гораздо меньше, чем у богатого, но взяли у них в абсолютном осуществлении уже существенно по-разному. Существенно больше взяли с богатого, чем с бедного. Вот третье так называемое дифференцированное налогообложение. Здесь ставка налога разная, для разных категорий налогоплательщиков. Но принцип здесь будет такой. Чем меньше доход, тем меньше ставка налогообложения. Вот с бедного, допустим, берут 12%, с богатого 45%. Вот это 12%, которые взяли с бедного. Чем меньше доход, тем больше налога. А вот 45%, которые взяли от богатого. Видно вам, да? Что теперь это колоссальная разница между тем, что берут в абсолютном исчислении с бедного и с богатого. Тем не менее, вот если бы длиннее столбики, было бы еще более наглядно, как много остается еще в этого самого богатого. И четвертая модель налогообложения, ее я объясняю таким образом. И с бедных и с богатых, с них со всех берут по-разному, но с таким расчетом, чтобы осталось таки примерно одинаково. Понимаете? Вот. Теперь получается, что и осталось примерно одинаково. Один из этих четырех соответствует принципу справедливости или формального равенства. Первый. Потому что все они в абсолютном исчислении самое количество денег указанных. Хорошо, тогда еще пояснем вот так. Есть еще такое определение справедливости. Справедливость это применение одинакового масштаба к фактически неодинаковым риском. Применение одинакового масштаба. А что такое одинаковое масштаб? Одинаковое масштаб. Что такое масштаб? Мир и лом. Оно может изменить налоговые сапки процентов и процентов процентов. А я вас спрашиваю. А вот сначала второй мир. Я понимаю, почему такой вопрос. Потому что можно сказать, что во втором и первом случае применяется одинаковое масштаба. В одном случае одинаковое масштаба. А в салютном исчислении в другом случае одинаковое же опять по возносительному исчислению. По проценту мы сразу переводим. получается стойки. Салют не не салют. Давайте проголошу его. Кто за то, что справедливости соответствует первой вариант? Опустите. Кто за то, что второй? Подавляющее число. Опустите. Кто за то, что третий? Спасибо. Ну и кто за то, что четвертый? Коммунисты есть. Это серьезно? Да? Серьезно, да? Сюда. Не присните, пожалуйста. Почему вы это выбрали? Кто наработать будет? Мы не просто про равенство. Мы говорим о том, что справедливость есть применение равного масштаба к неравному не одинаковому. Вы говорите, что, конечно, здесь равный масштаб. Вот он. Остается-то одинаково равный масштаб. Да? Хорошо. Но, тем не менее, все равно прирост у богатого человека будет больше. Где же он прирост? Сколько не приростает, равно будет столько же, сколько. Он уже, понимаете, не богат. Это раньше был богат. А теперь говно. Смотрите, ситуация-то, ситуация, четвертая ситуация. Я вам напомню сказку про разбойника про Круста. Это разбойник про Круст. Кому было его ложе маловато, то есть они были слишком большие, он обрубал лишние части. Кому оно было слишком длинное, он тех растягивал, вот всех уравнивал по единому масштабу. Вот ни у кого почему-то не возник вопрос, а что это он обдевал, какие-то рисуют варятные крабежа, про Круст. Програбеж должен говорить в категории справедливых, не так причет. Уважаемые дамы и господа, вы представьте себе, что нам всем вот сейчас нужно срочно куда-то ехать, допустим, на большом автобусе. За то, что нас куда-то днесут требуется ну скажем 40 человек, ну да, 40 человек, ну да, 40 тысяч людей. Как вы думаете, какая как по справедливости разграсатель нам стоит? Радост, разграсатель, а декоратив. Афанционально. Афанционально. Почему нас нет? Нет. Для человека на тысячу рублей это не деньги, это как было тысячу рублей деньги, то он вполне может больше скинуть за вас. По своему желанию не уронить. Если бы я не уронил, если бы я не уронил. Давайте я еще раз вот, нет, не смысл задать. Всем нужно, никто никого не заставляет, все хотят, все хотят, все хотят поедать. всем пока скинули. Это стоит 40 тысяч рублей. Ну хорошо, я правильно упрощаюсь. Вот нам с вами очень нужно там нам надо скинули. Почему? идем с вами. Вот. А, говорит, почему? Согласен, 2000 долларов. Это как деньги, когда едете, 2000 долларов. Хорошо, 150. Ну что, это там рыночная слава, мы согласны. Ну что, по 75 это на нас не затрудит? А вы говорите, да нет, дело в том, что у меня низкие доходы, для меня это такой делюш поровну, вот я вижу, вы и одеты вы лично, и, наверное, зарабатываете неплохо, я вот хотел бы посправедливость, давайте посправедливость, для меня 75 это очень большое, вот для вас я вижу 75 это ничего, а для меня это очень большие деньги. Давайте лучше так, вот, я вот, справка моя дохода, вот смотри, а у вас какой-то, ну, значит, будем считать, что у вас здесь рабочие, тогда давайте, значит, с вас будут 140, с меня действуют, так я согласен, так я говорю, спасибо, до свидания, вам совсем такое место, с автобусом, как раз, ну, я так их принимаю, нет, а я поехал, если говорить, что, например, у меня маленький доход, у тебя большие платья, больше, что, ну, что, вас никто не заставляет, понимаете, давай, того, у кого денег мало, того, кому жадно просто заплатить, его не заставляют, дальше, собрались ли, у них, которые добровольно решают, также по справедливости, вот здесь есть два предложения, первое предложение, разбросать на всех порожу, это второе предложение, пусть богатые платят много, пусть бедные платят мало, которые ниже черты бедности, пусть вообще ничего не платят, а богатым еще даже заплачут, и так далее, если добровольность, никакого принуждения нет, когда богатый платят, когда богатый платят, вы понимаете, какая штука, то есть у вас могут быть такие представления, пожалуйста, пожалуйста, но если вы при этом не допускаете агрессивного насилия, тогда всегда имейте в виду, что, если вы предлагаете мне сделку, которую я считаю невыгодной, несправедливой, то я могу не отказаться от этой сделки, а если у вас нет ресурсов принудить меня к этой сделке, то вы ничего не получите, просто на просто, вот ведь такая применка. Ладно, дальше, значит, запомните, пожалуйста, такую синтенцию Фанна Квинского, Фанна Квинский один из вот этих летов в католической церкви, философ, политический мыслитель, который творил в 13 веке, вот как Аристотель, знаете, вот Аристотель на 2000 лет закрыл науку. Значит, что после Аристотеля в 2000 лет в науке ничего принципиально нового сказано, сделано не было. Но точно так же Фанна Квинский католическую социальную датлан закрыл и... В следующем могу сказать что в католической социальной датлан ничего нового сказано не было. Вот Фанне Квинскому глубочайшему мыслителю своего времени такие слова налоги это разновидность грабежа, а именно грабеж по закону когда частные лица, не имея законных оснований, отнимают имущество у других это называется просто грабеж когда государственно-властные акты по закону отнимают имущество у других это называется не грабеж, а налоги но в сущности логическое оказание грабежа показывает, что налоги опять же налоги однако мы все прекрасно понимаем, что реально любое сообщество людей, признающих себя равными свободе признающих друг друга самовоходно признающими и постулирующими свободу договора еще раз нужно защищаться от тех людей которые всего этого не признают или просто от внешней угрозы а это значит что должны быть публично-властные средства что должны быть публично-властные роли и публично-властные функции что часть тех субъектов права которые признают будут свободны и так далее должны выполнять эти самые публично-властные роли естественно они это за бесплатно делать не будут им за это положено некое вознаграждение следовательно должно быть так называемое правовое оно же минимальное государство которое выполняет функцию пресечения и подавления агрессивного насилия и все логики права я про логику сейчас говорю и для того чтобы публично-властные акторы могли бы эффективно выполнять эту функцию все остальные они должны грубо говоря скидываться на эту самую функцию а для того чтобы гарантировать что всегда найдутся ресурсы на выполнении этой функции они должны не добровольно скидываться а должен быть избираемый этой совокупностью граждан законодатель парламент первая функция которого определять устанавливать налоги сделать налоги по логике права все равно вам необходим парламент который будет устанавливать налоги и налоговые службы которые будут эти налоги взымать вот теперь вопрос с точки зрения этих гипотетических субъектов права которые создали некое правовое государство в котором они учредили по конституции парламент в котором они избирают своих представителей для того чтобы те определяли какие расходы должны быть у этого государства и сколько это будет стоить причем это представители налогоплательщиков в современном социалистическом социалистическом тем более российском обществе там парламентарии так называемые те кто определяет налоги они сами-то эти налоги не платят понимаете то есть это чистая разновидность грабежа парламент состоит из людей которые сидят над массой тех у кого можно что-то взять и определяют сколько они с кого когда возьмут и как будут наказывать те кто отказывается им платить вот здесь у нас принципиально иная ситуация я описываю другую когда совокупность субъектов права прекрасно понимает что им нужно подлечь властные функции которые они должны финансировать они избирают своих представителей с каким расчетом чтобы действительно чтобы те экономили бы деньги налогоплательщиков и тратили бы только на то на что нужно налогоплательщиков то есть на подавление для сечения агрессивного насилия никаких других функций нет значит получается эти представители налогоплательщиков парламентарии они голосуют за некий бюджет по принципу большинства нанимают правительство которое будет исполнять этот бюджет вот теперь следующий вопрос и как же будет слово легитимное понятно да как же будет каким будет легитимное распределение налогового премия каким будет легитимное распределение налогового премия по какой модели по первой ну наверно уж точно не по такой да точно не по такой уж наверно и точно не по третьей да точно не по третьей так вот по первой она может быть реально ли что в случае здесь и по уровню дохода все эти субъекты права наши гипотетические примерно вот так далее с этим согласны вот скажем выяснилось что нужно в этом году там 10 миллиардов потратить всего нас миллион налогоплодельщиков раскинули на миллион налогоплодельщиков получилось по 10 тысяч каждого выясняется что по 10 тысяч многие заплатить не в состоянии вот смотрите здесь у меня на этой картинке 500 фунтов стерлингов с каждого да а если будет 1000 фунтов стерлингов тогда что а тогда вот что будет значит мало того что в первом случае как мало остается у бедного как еще жить то на это да а вот в том случае тысячи фунтов стерлингов а у меня всего 600 вы естественно дело добровольное вот так это вообще нам всем нужно но если ты такой житель нашего свободного общества что у тебя нет средств хорошо тогда ты не платишь налоги но в этом случае ты не участвуешь выбор когда ты решаешься пока ты не платишь налоги пассива и потому что понятно не только те кто платят налоги только те кто платят налоги и так далее правой ситуации только тот кто платит налоги и имеют право избирать в парламенте, но избирать в парламенте. Противное означало, что я налоги не плачу, но вашими налогами я сейчас буду распоряжаться. Это противоречит нашему исходному рассуждению принципу права. Адем праве. Но он должен нарушать, сообщается, с него решается избирать его права. То есть вы от налогов от налогов? Нет, есть второй вариант. Больше вы просто уйти, чтобы у меня было. Так, ну, понятно, здесь ситуация такая, что взять с него просто нечего. Ну, раз нечего, тогда извини. Лишаешь избирать прав. Все. Научить зарабатывать деньги. Вот. Тут выясняется, что если собрать деньги только с тех, кто может реально заплатить, наберется не 10 миллиардов, а только 5 миллиардов. А надо-то 10? Ну, так посчитали. И больше статить уже нельзя. Просто надо модернизировать армию. Вот у нас внешняя угроза перед нами. Не модернизируем армию. Война тогда будет и проиграем. Значит, надо все равно как-то набирать 10 миллиардов. Тогда разбрасывают на оставшихся эти вот 10 миллиардов. У нас было миллион налогоплательщиков в потенциале. Теперь их стало меньше. Там, допустим, 700 тысяч. Разбрасывают, и получается, что с каждого теперь уже нужно не 10 тысяч, а там, допустим, 18 тысяч. Вот. И тут оказывается, что опять некоторые говорят, нет, вот 10 тысяч, я могу потянуть. А так, что я тебе, во-первых, за него буду платить, во-вторых, что у меня останется-то, да? Хорошо, допустим, ты тоже решаешь, избирательный право. Без тебя пойдем. В результате получится тогда вот что. Скажем, в конце концов останется 100 тысяч налогоплательщиков, которые заплатят не по 10 тысяч, а по 100 тысяч, покроют этот бюджет, посмотрят на все остальные, ты скажешь? А, вот. Оно нам надо? Не догадитесь, что дальше? Какая интересная сказка там. Это к вопросу о том, какая из моделей налогообложения реальна. Уважаемые дамы и господа, только третья, если говорить про реальность культуры, реальных людей, вы увидите только третью. Она как раз противоречит принципу права, она есть. Это прямое нарушение принципа справедливых, или принципа права. Но вот, к сожалению, люди так устроены, что если вы хотите реально собирать налоги, то у вас будет не правовая система налогообложения, а у вас будет разновидность графика. Мы делим это поле, я не хочу сейчас на доске, вы и так можете собрать, делим это поле на две половины, правую и левую. Значит, можно сказать, вторая ближе к первой, она находится в той половине, третья ближе к четвертой, в противоположной половине. Но две полярные, понятно, если вы выбираете логический вариант, вы должны выбрать либо первую, либо четвертую. Полярные, промежуточные, не надо выбирать. Промежуточные, вторая. Здесь нарушен принцип формального равенства, потому что наглядно же видно, что берут по-разному в абсолютном исчисле. Да, это одинаковая доля. Это одинаковая доля. Последствия будут радует, последствия в свободном общении, в свободных взаимодействиях, в социальности они не учитываются. Например, я продаю водку всех, кому хочется, по фиксированной цене всем. 100 рублей бутылка. Это справедливая цена или нет? Своя цена. Для одного человека 100 рублей ничего, а для другого человека... А у другого нет вообще 100 рублей с собой, а водки-то хочется. Это справедливость. Вот только у метро стоит, зашибает деньги. Это справедливая цена? Да. Когда в магазине, скажем, ну, черт, 70-й слот, хлеб, мясо, продаются в магазине по одинаковой цене для всех, это справедливая или нет? Да, это справедливость. Во-первых, продавец имеет право продавать для всех по одинаковой цене. Это справедливость, да? А имеет ли право продавец продавать для всех по разной цене? Понятно. Почему? Хочет продавец. Он имеет право. Но это не розничная. Он имеет право. Уважаемые дамы и господа, слушайте, пожалуйста, внимательно. Я имею право предлагать вам любые условия сделки, причем каждому самые разные. А вы точно так же имеете право соглашаться, не соглашаться и так далее. Это как вы видите. Вот это просто пример того, что Академия был выполнен. Сенциализм совершил семантическую революцию, а именно Европы был плотно-прогреболожка. То, что раньше называлось дискриминацией, теперь называется антонопольное право. То, что раньше называлось свободная конкуренция или свобода договора, теперь называется дискриминация. И целые исследовательские центры на Западе занимаются изучением этой гражды под названием дискриминация. Они открывают все новые и новые формы дискриминации. И уже недавно открыла последняя, на мой взгляд, открытая форма лукизм. Знаете, что такое луки? Вы думаете, это лукасшёвка? Лукасшёвка, да? Нет! Это английского лук. Оказывается, по внешнему виду людей дискриминируют. Оказывается, что здесь люди красивые и некрасивые. И вот некрасивым живется плохо, а красивым живется хорошо. Ведь красивые они и зарплату могут более выгоднее получить, и предоставляют условия банковского кредита. Показывается логически обследование, что красивые люди легче получить выгодные условия банковского кредита. Более того, самое страшное, на красивую женится. Вот это самая жуткая дискриминация. Понимаете? Это всё совершенно серьезно. Это шутка. Социализм изменил слов, но смысл слов, но противоположный. Вот. Поэтому они говорят, дискриминация это противоправно. Давайте выявлять все варианты дискриминации и преследовать их. И по меньшей мере будет дискриминируемое меньшинство или дискриминируемые группы защищать, помогать им за счет святого платежа, естественно. Ходи, что это значит пускай России и церекла вышла замуж так, что плати, и спектаку не будет. А как вы думаете? Ну, по поводу свободного договора, смотри, свободного договора, дискриминация. Я имею право предлагать каждому покупателю какие-то индивидуальные условия совершения сделки. Более того, я имею право так, я смотрю, тогда все ничего не восьмило. Вот, да? Ладно, как-нибудь. Да и так. А вот пришел вот такой вот этот баррик, вот, я постараюсь его снижить побольше. Он имеет право, не участвует в этом наше деле, он имеет право пойти в другое место какое-то, где он найдет более выгодные условия и так далее. Но никакой дискриминации здесь нет. Это называется свобода договора. Это называется равно праве. А вот когда начальники определяют, что если вы продаете кому-то по такой цене, значит, вы всем должны продавать по этой самой цене. Это называется как-нибудь личный договор. Это действительно это не какой-нибудь публичный договор, а договор частных лиц. Каким лично быть не может. Вот такой вопрос сразу затронули телом дискриминации. Нет ли дискриминации, признаков дискриминации ни по каким основаниям можно только обнаружить. Следующим объявлением. Объявление на именно работе. Сейчас, 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 дает объявление. Требуется бухгалтер, мужчина не старше тридцать пяти лет. Нету, по нашим нету дискриминации. А возраст и по полному здесь? А это из два, алиска, афейска. Парсинал, афейска. Сколько? А сейчас уже, сейчас, где? По которому по полу, по полу, по полу, по полу, по полу, просто, сюда, меня, три, по вашей логике едва, три. Я применяю ваш логику, а по профессиональному? Нет, ну, вот сюда, а как он сумеет вообще определять, что он не требует, ты нахуал, дискриминация. А как быть врачам, учителям, а как быть гражданским летчикам, как быть военным летчикам, А про дворников-то вы забрели? Есть еще инженеры по технике безопасности. Я, 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 все понятно, да? Или нет, какие-то вопросы правом называют централизованное публично-властное регулирование, публично-властное управление. Правовыми актами на социалистическом языке называются властно-приказные акты. Типичное словосочетание в нашей акте незаконные правовые акты. Вот на языке Совет незаконные правовые. А, получи просто правовой, замените слово правовой на властно-принудительный. Все. И сразу все логично становится. Вот в этом доме правом называют властно-приказные акты независимо от их содержания. Почему? Такой плохой дом на них так действует? Да нет. Сомсадит. Это же посткоммунистическая страна. Гораздо хуже бывает, чем в этом доме. Если запустим четвердинок позволяет народу мозги. В других местах запустили туда в участок здания варта. Монопольное законодательство это появление социализма и вероятность. Монопольное законодательство оно называется антимонопольным но юридическим бизнесом. Монополия это публично-властно данное привилегие. То, что в социалистическом дискупсе называется монополием, в юридическом бизнесе называется свободная конкуренция. Антимонопольное законодательство называется публично-властное ориентирование свободной конкуренции. Так, уважаемые дамы и господа, мы уже заканчиваем, поэтому я прошу так, если кому-то интересно, вы, пожалуйста, можете вопросы задавать какие-то, и кому же нужно, то обязательно не всегда.